Если вы сейчас смотрите телеканал Беларусь 4 Брест, значит... Так, Таня, что происходит? В общем, в эфире мы, погнали! Алло, Таня? Таня, что случилось? Вообще ты где? Привет! Ну, короче! Служба милиции 102, мой скин. Я могу вам помочь. Пропала сумочка. Ожидайте, милиция скоро подъедет. У меня украли сумку. Я позвонила в милицию, через несколько минут приехала следственная оперативная группа. Следователь, оперуполномоченный и судебный эксперт. Я им в подробностях рассказала, что произошло. Я, в общем, оставила сумку вот здесь на лавочке. Вот я вот на секундочку оборачиваю. Здесь уже парень убегает с моей сумкой. Я стала ему кричать, что у него в руках моя сумка побежала за ним. Он не остановился, убежал за моими вещами. Смотрите, пожалуйста, вы видели, он где-то проходил. Откуда он взялся вообще этот парень? Может, он где-то находился возле вас? Он здесь рядом, вот здесь ходил. Вот там вот возле сцены он проходил. Вот здесь прогуливался возле озера. Постоял немного здесь, потом я поворачиваюсь, он уже убежал с моей сумкой. В руках у него, может, что-то было? Ну, он вот где-то там сидел. Вот на этой лавочке он сидел где-то, наверное. Потому что я вот здесь сидела, разговаривала по телефону. Он всегда рядом находился. То вот там, то рядом пройдется. Ребята, смотрите, видите, бутылка. Не помните, может, он бил этот? Не видели вы? У него с собой был пакет такой. Может, он оттуда пиво и достал, скорее всего. Дальше началось самое интересное. Патрульная служба уехала по горячим следам искать преступника. А на месте развернулось целое исследование. Рядом с лавочкой, где у меня украли сумку, нашли сигарету, бутылку и даже определили вероятные следы грабителя. Как оказалось, этого достаточно, чтобы снять отпечатки пальцев и собрать материал для анализа ДНК. По этим данным можно вычислить грабителя. Дальше мы узнали, где были установлены камеры и поговорили с прохожими. После того, как вся возможная информация была собрана, я спросила. Что мы будем делать дальше? Пройдемте ко мне в кабинет для выяснения деталей преступника. Зайдемте. Ну а дальше мы уехали. Ты сам видел. Все, понял, выезжаю. Узнать, как мы будем искать преступника, отправилась в управление следственного комитета по Брестской области. А заодно и узнаем, как расследуются уголовные дела и чем вообще занимаются следователи. Дмитрий, вот скажите, пожалуйста, какой будет порядок действий уже следственного комитета следователя в случае кражи сумки? По возвращению с выезда на место происшествия следователь анализирует и изучает все собранные материалы непосредственно при выезде. Назначает ряд необходимых экспертных исследований по изъятым объектам на месте происшествия. Направляет поручения органам дознания о проведении необходимых оперативно-розыскных мероприятий, процессуальных и следственных действий. Непосредственно, если усматриваются признаки преступления, как в нашей конкретной ситуации, то возбуждается уголовное дело, которое незамедлительно принимается следователем к производству и проводятся необходимые следственные действия. При установлении лица, совершившего преступление, принимается решение в последующем с учетом собранных доказательств, возможно, о его задержании. С ним проводятся необходимые следственные действия, в частности, его допрос. В случае, если он дает показания относительно совершения преступления, с ним также может проводиться проверка показаний на месте. В случае возникновения противоречий в показаниях свидетелей и подозреваемого, или потерпевшей и подозреваемого, могут проводиться также очные ставки. Вы, по сути, доказываете вину как раз-таки человеку. Но это большая ответственность наверняка. Вот скажите, насколько это длительный какой-то процесс, если так можно сказать, или насколько он трудоемкий для того, чтобы действительно доказать, что человек виновен или невиновен? Безусловно, в большинстве случаев это процесс весьма трудоемкий. По длительности тут сложно ответить как-то однозначно. У нас законом предусмотрен общий срок расследования – два месяца. При необходимости процессуальные сроки могут продлеваться. Скажите, а можно ли назвать вашу профессию действительно творческой? На примере той же кражи сумки. Как много вообще действительно человек работает всего лишь над кражей одной сумочки? Тут в связке работают взаимодействующие подразделения и структуры. То есть следователь следственного комитета работает, оперативное подразделение органов внутренних дел и сотрудник милиции общественной безопасности. То есть участковый инспектор милиции, а также эксперты в необходимой области сферы познания. Скажите, какими качествами должен обладать вообще следователь на службе? И действительно ли это какая-то особенная профессия? И не каждый человек сможет вообще быть следователем? Для того, чтобы быть следователем, необходим действительно набор определенных качеств. Каждый раз, когда следователь расследует то ли иное уголовное дело, в зависимости от обстоятельств этого дела, следователь становится специалистом каждый раз в новой отрасли. Ему необходимо в кратчайшие сроки изучить деятельность какого-то должностного лица или какого-то рабочего и любую складывающуюся ситуацию, в том числе изучить необходимое законодательство по этой ситуации. Поэтому нужна выдержка, то есть целеустремленность и желание работать, помогать обществу и людям. Большинство вообще людей, наших телезрителей, знают вообще деятельность следователей, как правило, из тех же сериалов, фильмов, где часто говорят, что хочешь поймать преступника, нужно думать как преступник. Можем ли мы говорить о том, что все следователи это действительно психологи, которые понимают, выявляют какую-то логику человека, который совершает преступление и вообще способны думать действительно по-разному, подстраиваться под любую ситуацию? Ну, конечно, так и есть. С целью установления лица, совершившего преступление, во многом может зачастую и надо действительно думать как преступник, чтобы понять, кто это мог быть, где это лицо может находиться. В последующем при проведении следственных действий необходимо действительно быть психологом для того, чтобы найти контакт к каждому человеку. Люди разные по возрасту, по социальному статусу, там зачастую бывают это вот наркоманы, люди, злоупотребляющие алкоголем и люди, общающиеся на сленге, в том числе их надо понимать и на специальных каких-то жаргонах своих. И следователь в состоянии любой, я думаю, на территории Брестской области не только найти подход к любому человеку, гражданину, вникнуть в каждую сложившуюся ситуацию. Скажите, пожалуйста, что будет дальше происходить с поиском моей сумки и как мы вообще будем искать мою пропажу? На основании поручения следователя сотрудники милиции будут проводить оперативно-розыскные и другие мероприятия. Сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз по изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам будут проводить необходимые экспертные исследования. Так мы найдем мою сумку в итоге? Конечно, найдем. Теперь я отправляюсь к участковому инспектору. На него возложены отдельные обязанности в раскрытии уголовных дел. Здравствуйте. Здравствуйте. В отношении меня было совершено правонарушение в виде грабежа. По нему будет проводиться соответствующая проверка и будет возбуждено уголовное дело. Какие обязанности возложены на инспектора участкового? Чем вы занимаетесь? Со стороны участкового инспектора милиции в ближайшее время будут отработаны лица, ранее судимые, проживающие в районе совершения правонарушения, лица, походящие по приметам, которые вы указывали в объяснении. Будет отработаны квартиры, пользующиеся репутацией притон, лица, злоупотребляющиеся спятными напитками. В целях получения значимой информации, которая в дальнейшем будет передаваться либо сотрудникам уголовного розыска, либо напрямую следователю. Такой вопрос. То есть вот в вашем районе вы будете отрабатывать все лица, которые ранее были судимы, по моему заявлению? Правильно? Да. Которые были ранее судимы за совершение похожих преступлений. Также все лица ранее судимы. А можно я с вами поеду в рейд, вдруг я тоже кого-нибудь узнаю? Да. Мы в первую очередь отработаем улицу Героев обороны Брестской крепости и центральную часть города в целях получения какой-либо значимой информации. Проверим лиц, злоупотребляющиеся спиртными напитками, лиц ранее судимы, которые также привлекались ранее за совершение аналогичных преступлений. Которые могут, в принципе, подходить к нам по приметам, либо для получения какой-либо значимой информации от них. И тогда поедем? Да, давайте. Участковые инспекторы постоянно посещают людей, стоящих на учете или ранее судимых. Подобные рейды проводятся каждый день, так что инспекторов знают в лицо и жильцы проверяемых квартир и их соседи. Борис приходит в гости без приглашения, чтобы проверить, в каком состоянии находятся жильцы и соблюдает ли установленный для них порядок. Замков в квартире не имеется, закрывается на обычную щеколду дверь. Борис знает жизненную историю каждого своего подопечного и уже давно по памяти заполняет документы во время проверок. Мне же таких посещений было немного не по себе, но я отважилась поехать в следующую квартиру. А Сергей дома? Ушел куда-то. Ушел? Да. Нет у него дома? Нет, нет. Где-нибудь после обеда будет. А где он? А Марина где? Марина? С ним ушла. С ним ушла, да? Да. Она устроилась на работу? Нет, еще не. Не устроилась. А прошла медкомиссия она? Прошла. Прошла всю, да? А подала документы? Она на инкофуд хотела устраиваться, как я знаю. Что-то тишина опять. Ясненько все. Вы сейчас злоупотребляете? Куда? Хожу к врачам. Это мама этого врачова Сергея. Ну вот, как видите, объясняли, что жалобы есть. Постоянно выпивают, дебоширят, скандали. То есть эта квартира под особым контролем у нас. Всегда мы ее посещаем, потому что с первой семейной бутылки отношения, как я говорил, у нас стоит в первую очередь на особым контроле. И мы непосредственно уже следим. Телефонные контакты я еще раз оставил, как вы видели. Всегда я на связи, мобильный телефон у меня всегда доступен. Я всегда отвечаю на все звуки, выходной, это день и выходной. Для инспектора такие посещения не в новинку, ведь он обязан лично контролировать соблюдение закона в таких семьях. А вот мой энтузиазм после посещения двух квартир как-то поугас. Поэтому мы решили, что сотрудники займутся посещениями лично. А я отправилась в Комитет судебных экспертиз. Ну что, Тань, как обстоят дела с твоим расследованием? Ну, я написала заявление. Следственная оперативная группа нашла улики. Теперь они в Комитете судебных экспертиз на расследовании. Будем выявлять преступника. Знаешь, вообще эксперт и криминалист – это очень интересная профессия. И вот мне стало интересно, что еще, кроме отпечатков пальцев, выдает преступника. Я думаю, что Комитет судебных экспертиз достаточно широкие возможности. Да, и я предлагаю с ними познакомиться. Погнали. Пойдем. Здравствуйте. В парке была найдена бутылка, на которой, вот мне сказали, нашли отпечатки пальцев. Как мы можем использовать эту информацию в ходе расследования и поиска сумки? Существует несколько механизмов передачи следов для их проверки. У нас в рамках разработки находится новый проект – это передача непосредственно с места ОМП при помощи 3G-связи, с помощью планшетов, модемов. В тестовом режиме у нас-то работало, были установлены совпадения, но пока это в стадии находится реализации. Также, который механизм передачи следов пальцев рук, который работает на постоянной основе, это эксперт фотографирует этот след, изымает его с помощью специальных дактопленок, либо ленты-скотч, ну, то есть он делает его видимым. Чтобы мы могли уже увидеть… Он его фиксирует, фотографирует, либо там на сканер ложит и по каналам, защищенным электронной связи, передает к нам сюда в управление. Либо, может, сам на своем районном уровне проверить. Что дальше происходит? Этот след попадает дежурному эксперту по каналам электронной связи. Он специальным образом, вот как здесь видно, этот след, каждую деталь, особенность, частный признак, в ручном режиме обрабатывается, прорисовывается. Каждая вот эта линия, расставляются частые признаки и, исходя из уровня подготовки эксперта, задаются определенные критерии поиска, углы, обсчета, варианты… То есть все эти вот линии, это все сделал эксперт вручную? Да, все делается вручную. Дактокарты кодируются в автоматизированном режиме, а следы ставятся на обсчет и проверяются человеком непосредственно. Машина очень важна, она сужает нам круг поиска, быстрее, ну, если вы представляете, вот у нас в ВАЗе порядка 800 тысяч дактокарт, ну, просмотреть их в ручном режиме, это только Брестская область. Нереально, даже если посадить взвод солдат, ну, иначе перелистывать вручную. Да, поэтому эта система для этого была придумана. Исходя из этого, машина выдает определенный список кандидатов. Не как в фильмах иногда показывают след, там, две минуты что-то там поморгало, покрутилось, там, большие буквы здесь, 100% совпадение. Ну, это не совсем так. Здесь стоит кропотливый труд экспертов, которые там и днем, и ночью, и в выходные дни постоянно проверяют. Чтобы отпечаток пальца помог следствию, нужно выявить уникальные особенности материала. Это не только кропотливая, но и очень ответственная работа. Одна неверная точка, и программа для обработки данных может исказить результат. Отдел криминалистических учетов обрабатывает несколько тысяч отпечатков пальца в год. Кстати, теперь образцы можно собирать не только старым дедовским способом при помощи краски, но и в электронном варианте. Помимо отпечатка пальца, на месте преступления был найден окурок. Эта улика тоже имеет весомое значение, потому что благодаря этой находке есть возможность провести ДНК-анализ. Его роль в исследовании сложно недооценить, ведь выделив ДНК предполагаемого злоумышленника, можно сузить круг подозреваемых. Конечно, все мы любим сериалы, где эксперты-криминалисты просто на ровном месте находят улики и тут же раскрываются преступления. Действительно ли это так, нам расскажет официальный представитель экспертного ведомства Татьяна Сивицкая. Здравствуйте. Вот скажите, правда ли, что действительно можно найти преступника по любому какому-то отпечатку и уже определить, действительно ли он совершил преступление? В настоящее время в нашем экспертном ведомстве проводится более 100 различных видов экспертиз и исследований. И все данные направления помогают правоохранительным органам в установлении истины. То есть можно говорить, что заключение эксперта вносит существенный вклад в раскрытие преступлений. У нас проводится различный спектр экспертиз, например, дактилоскопическая, экспертиза документов, компьютерно-техническая экспертиза, экспертиза наркотических средств, психотропных веществ. И каждый этот блок вносит свою лепту в раскрытие преступления. Хорошо, приведите какой-нибудь нам вот интересный пример, как все работает. В какой-то лаборатории, да, я так понимаю? Ну, вообще, знаете, я человек посторонний и действительно не знаю, как у вас все функционирует, как это все раскрывается. И, может быть, все как-то взаимосвязано. То есть, например, чтобы определить ту же партию наркотиков или кто ее закладывает. Наверное, недостаточно только знать, что это за наркотик, правильно? Скажем так, главными нашими заказчиками являются правоохранительные органы. Это следственный комитет, милиция, таможенные органы. Что касается наркотических средств и психотропных веществ, данные вещества исследуются в нашей лаборатории. Такие лаборатории в настоящее время действуют в Бресте, в Барановиче и Пинске. То есть, на региональном, скажем, уровне эксперты также могут исследовать. Наше оборудование, в частности, хроматомасс-спектрометр, это современное аналитическое оборудование, которое позволяет в течение, скажем, 40 минут выявить данный компонент. То есть, выделить уже, скажем так, вещество. Потому что иногда бывают такие случаи, когда задерживают человека и нужно оперативно сотрудникам милиции принять решение. То есть, является ли это наркотиком у него, допустим, в кармане, либо не является. Скажите, а как узнать или выявить человека, который совершал преступление, например, используя какой-то мессенджер? Вы этим тоже занимаетесь? Да, конечно. Это тоже входит в спектр наших исследований, экспертиз. Это, скажем так, очень современное направление. К нам на исследование поступают объекты радиоэлектронных устройств. Это компьютеры, планшеты, смартфоны. И непосредственно наши эксперты с помощью специализированного оборудования извлекают всю необходимую информацию, выясняя, действительно ли имело место в той или иной переписке. Скажите, а насколько велики возможности сбора информации? То есть, если, например, удалить переписку, учителить какие-то файлы с компьютера, ну, наверное, доказать уже ничего нельзя будет. Вы ошибаетесь. Для нашего оборудования, скажем, нет ничего невозможного. У нас уже только в Бресте нет, в районных ведомствах нет такого оборудования, только в Бресте имеется. Данное оборудование позволяет восстановить информацию, даже если она была удалена. То есть, в принципе, если вы даже, к примеру, написали информацию, нажали кропку «делит» — удалить, то есть для нашего оборудования это не имеет никакого, скажем, значения. То же самое, что вы ничего не сделали, скажем так. То есть, наше оборудование помогает правоохранительным органам восстановить необходимую для них информацию. То есть, в зависимости от того, что им необходимо. К примеру, если мы говорим про распространение наркотиков, к примеру, и, следовательно, назначают постановление, где необходимо исследовать мобильный телефон, спартфон, скайп, другие, скажем, средства связи и узнать, имело ли место переписку. То есть, это наша компетенция, и наши специалисты приложат максимум силы, чтобы достать эту информацию и помочь правоохранителям органов в восстановлении истины. Скажите, а если человек нарушает закон, имеете ли вы право вообще вторгаться в его переписки или в его телефонные звонки? Скажем так, мы сами не забираем, не извлекаем у людей данное оборудование, непосредственно телефон и смартфоны. Нам назначают постановление следственные органы, либо сотрудники милиции. То есть, это уже говорит о том, что человек находится в поле зрения правоохранительных органов. То есть, уже есть какие-то подозрения. Здесь уже не идет речь о том, закон или незаконный. То есть, человек попал в поле зрения для того, чтобы доказать, причастен он к совершению этого преступления. Либо, наоборот, снять с него вину, то есть, проводится данный вид исследований. То есть, это является обязательным. То есть, если мы не нарушаем закон, то мы можем не бояться, что нас прослушивают. Конечно, конечно. То есть, прослушка это, скажем так, может быть, миф какой-то стороны. Мы таким не занимаемся. Мы исследуем непосредственно объекты, по которым назначают экспертизу. То есть, мы являемся той доказательственной базой, которая необходима правоохранительным органам. Ну и хорошо. Скажите, может быть, парочку примеров вот таких вот интересных, действительно неожиданных улик. Ну, я не знаю, может быть, для вас это обычное дело, а вот для человека, незнакомого с этим, это действительно необычно, чтобы мы узнали, да, что даже по такому, оказывается, вы можете определить нарушителя преступника в будущем. Сейчас мы раскроем все карты для злоумышленников. Ну, конечно же, такие случаи имеют место в нашей практике. Наверное, такой из запоминающихся случаев, который был в нашем ведомстве, это когда по кепке, по запаху кепки установили злоумышленника, да, и такое бывает. У каждого человека есть свой запах. И для этого даже есть специальная технология. Да, к сожалению, это называется адрологическая экспертиза. Она очень редкая, скажем так, но поэтому она проводится только в Минске непосредственно. То есть собаки-детекторы, которые помогают эксперту установить, да или нет. Вот и таким образом я продолжу разговор, да, была извлечена кепка, с него был выделен запах и отправлен в специальную емкость, помещен данный запах, он отправлен в лабораторию. И когда попал в поле зрения уже человек, ну, он всячески говорил, что это не я, я там не был, ничего, у него изъяли. Опять-таки запах и отправили для сравнения. И выдала стопроцентную вероятность, что данный человек является злоумышленником, который совершил кражу из данной постройки. Вот такие бывают наши истории. Ну, это действительно очень интересно, но, я думаю, моя соведущая уже решила свои вопросы по поводу кражи сумочки. Пойдем с ней дальше продолжать наше расследование. Пока Таня занимается раскрытием преступления, я решил узнать, что умеют сотрудники милиции и чему учатся в дальнейшем. По команде «Прием» ждете, пока ваш партнер повернется и наносите удар. Прием! Абсолютно все сотрудники Министерства внутренних дел обязаны иметь отличную физическую подготовку. Чему именно учатся милиционеры, сейчас узнаем. Прием! Эй! На, Борь! Колени до себя. Что должны уметь вообще сотрудники милиции? То есть, какое-то физическое упражнение, наверное, прием рукопашного боя? Вот расскажите нам более подробно. Значит, здесь, в партнерном комплексе Брестско-обосновной армии структуры БСО-Динамо, они занимаются у нас физической подготовкой. В физическую подготовку входят боевые приемы борьбы и непосредственно физическая подготовка. То есть, они занимаются это боевым приемом борьбы, куда входят защита ударов руками, ногами, ножом, защита от огнестрельного оружия с близкого расстояния, разные приемы задержания спереди, сзади, сбоку и так далее. В физическую подготовку входят упражнения, которые повышают выносливость, силу и скоростно-силовые качества. Два раза в год сотрудники сдают контрольные нормативы на владение боевым приемом борьбы, а также сдачу тестов по физической подготовке. Мы можем говорить о том, что неподготовленного физически сотрудника милиции быть не может? Мы говорим о том, что у нас тоже есть градация оценок, есть удовлетворительно, хорошо, отлично. Ниже этой градации сотрудник не может быть подготовлен. То есть, для того, чтобы работать в милиции, нужно действительно себя физически готовить, готовиться к этому, постоянно тренироваться. И будучи сотрудником, можно сказать, что если ты хочешь оставаться в профессии, ни в коем случае нельзя себя запускать. Конечно. Перед тем, как идти работать в милицию, молодые люди сдают тесты по физической подготовке. Если они их не проходят, они не будут проходить дальнейшие проверки для службы в органах внутренних дел. Конечно, помимо физической подготовки, сотрудник милиции также обязан уметь пользоваться оружием на высоком уровне. Ведь зачастую работа милиционера связана и с риском для жизни. И каждый сотрудник Министерства внутренних дел должен уметь себя защитить или остановить нарушителя закона. Конечно, в обязательном порядке у нас проводятся занятия и по физической подготовке, по совершенствованию навыков, и по совершенствованию навыков боевых приемов борьбы, и огневой подготовки. Для этого есть опытные инструкторы, которые работают в Центре подготовки личного состава. И сотрудник, в том числе индивидуально работая над собой, не должен останавливаться на месте и на протяжении всей службы поддерживать высокий уровень подготовки. Чтобы заступить на службу в милицию, будущий сотрудник уже должен иметь отличную физическую подготовку и быть подкованным юридически. Без этого никуда. Уже в дальнейшем сотрудника научат обращаться с оружием, и он получит дополнительные профессиональные навыки. Также биография будущего милиционера должна быть чиста, то есть без всякого рода правонарушений. Мы занимаемся агитационно-разъяснительной работой, а также ранней профориентационной работой. То есть, к примеру, у нас в области функционирует 21 класс правовой направленности, Брестское областное кадетское училище, в которых обучается порядка тысячи учащихся. Соответственно, те, которые проходят раннюю профориентационную работу, эти ребята, они заранее ознакомятся со всеми особенностями службы, то есть они имеют возможность ознакомиться и с тем вооружением, с теми специальными средствами, которые находятся в распоряжении сотрудника органов внутренних дел. Высокие требования к отбору кандидатов на службу в правоохранительные органы говорят нам о том, что если мы хотим пойти служить в милицию, то к этому нужно готовиться заранее. На примере учеников правовых классов школы номер 8 мы можем посмотреть, как готовятся подростки для поступления на учебу в силовые структуры. Например, у десятиклассника Кирилла Лазарева есть свои причины для поступления в Академию МВД. Мой прадед служил в милиции, мой дедушка служил в милиции, мой отец служит в милиции. Я вот решил пойти по их стопам, продолжить династию семейную. Мы изучаем право, мы занимаемся самообороной и, в общем, развиваемся как личности. Как оказалось, подготовка ученика правового класса, пусть и не из легких, и ученики в них тратят на учебный процесс больше времени, но это очень интересно. Изначально, поступив в правоохранительный класс, я поставил перед собой цель поступить в Академию МВД Республики Беларусь. Пожалуй, это моя самая заветная мечта еще с раннего детства. В обязательном порядке у нас проводятся занятия по самообороне два или три раза в неделю. Усильно посещаем факультатив права и каждую субботу маршируем. Также раз в месяц мы ходим в обязательном порядке в РУВД, в котором стреляем на специальных тренажерах с пистолетом Макарова. Также раз в год мы выезжаем на полигон и стреляем из боевого оружия К-74. Конечно, обучение в правовых классах помогает и при поступлении. Помимо юридической, физической и огневой подготовки, школа отправляет и ходатайство в учебное заведение. Дается обычный аттестат, но имеются определенные привилегии при поступлении в Академию МВД, потому что у нас заключен договор. На основе договора мы сотрудничаем с Академией МВД. Ежегодно мы посещаем День открытых дверей на базе Академии. Мы участвуем уже традиционно в Республиканской Олимпиаде по правовым знаниям Фемида. Мы участвуем уже традиционно в дистанционной Олимпиаде по праву. Поэтому это определенный набор уже знаний, которые побуждают детей для того, чтобы связать свою будущую судьбу и профессию вот именно с этим направлением деятельности. Здесь мы изучаем профессию милиционера и частично готовимся к поступлению и будущей профессии. Набор в правовые классы в школе номер 8 осуществляется каждый год. Мальчики и девочки, закончившие 9 класс и желающие связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел, со всего города пытаются пройти конкурс для обучения здесь. А отбор проходит как по баллу аттестата, так и через собеседование. А в финале в классы зачисляются самые целеустремленные ученики. Подготовка у милиционеров действительно серьезная. Интересно, как часто им приходится раскрывать преступления, совершенные молодыми людьми. Это я отправилась выяснять в ВВД Брестского облсполкома. Здравствуйте. Я к вам пришла с таким вопросом. Какое число преступлений мы совершаем сегодня подрастающим поколением? Подрастуковая преступность сегодня на каком уровне Брестской области? Ну, есть у нас повод даже похвастаться с чем-то. С удовольствием хочется отметить тот факт, что у нас по итогам прошлого года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, отмечается достаточно серьезное снижение уровня и количество преступлений, совершенных несовершеннолетними практически на 10% мы снизились, с 350 до 310 фактов. Тут же можно отметить, что и текущий 2018 год мы также встретили. Положительная динамика снижения подростковой преступности по итогам января уже практически на четверть, на 25% нам удалось добиться продолжения положительной динамики, снижения преступлений, совершенных несовершеннолетними. То есть, хотелось бы сохранить положительную динамику, тем не менее, преступность молодежная все-таки существует. Какие преступления молодежью совершаются чаще всего? Безусловно, преступления совершаются, и традиционно самым распространенным видом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, является кража имущества. Второе место, скажем так, в этом антирейтинге, что называется, занимают уголовно-наказуемые хулиганства. А вот уже на третьей позиции у нас в прошлом году, вот эту вот нишу заняли преступления в так называемой сфере высоких технологий. То есть, любое дело, которое было противоправным, противозаконным, оно будет раскрыто и наказано? Да, я думаю, что это буквально такое дело времени, особенно с учетом современных возможностей, технологий. Безусловно, скажем так, ответственность должна наступить, и она обязательно наступит. Такая статистика меня, конечно, радует. В первую очередь, это заслуга нашей родной милиции, ведь у них есть целый ряд характеристик, которые помогают им расследовать преступления. В первую очередь, хороший милиционер – это тот, у которого железная логика. Алло, да, здравствуйте. Сумку нашли? Выезжаю. Опознаете ли вы какую-либо из представленных для обозрения вам сумок, как свою и по каким признакам? Да, вот это моя сумка, потому что здесь было две молнии, сзади еще одна молния, застежка на крючке и два шнурочка. Это моя сумка. Понятые, зафиксируйте, пожалуйста, то, что потерпевшая опознала свой предмет. Составим протокол и сумочка будет ваша. Ну что, Таня, поздравляю тебя с успешным окончанием расследования. Спасибо большое, первоохранительные органы действительно сработали на отлично. Никогда бы не подумала, что работа милиционера такая сложная и такая интересная. Да, Таня, это целая наука. Вот я бы никогда не мог себе представить, что можно извлечь запах и поместить его в банку. Я вообще думал, что такая работа у милиционеров бывает только в сериалах. Согласна, с тобой, кстати, ты знала, что 4 марта отмечается День милиции в Республике Беларусь. Конечно, знаю. И более того, хочу поздравить всех милиционеров с приближающимся профессиональным праздником. Ну, а я хочу пожелать, чтобы все граждане были законопослушными, а ваша работа была более спокойной. С вами были Таня Ключ. И Максим Жешко. Увидимся в следующей программе. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!